Весна еще не наступила, а подснежники уже появились. Речь пойдет не о цветах, а о машинах, которые сахалинцы до сих пор откапывают из-под снега. Некоторые островитяне, стряхнув снег с дверей транспортного средства и откопав часть крыши, награждают себя отдыхом в салоне автомобиля. И вместо ожидаемого расслабления могут отравиться или даже задохнуться. Такое происшествие уже зафиксировали в селе Дальнем. Несчастный случай произошел во дворе этого дома. Мужчина угорел в своем автомобиле. Виной всему угарный газ, который заполнил салон из-за того, что выхлопная труба была засыпана снегом. По данному случаю проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Но чтобы предотвратить подобные ситуации, сахалинцам стоит самим соблюдать правила безопасности и в первую очередь откапывать выхлопную трубу своего автомобиля. А если вы заметили, что человек прогревает машину, находясь в салоне, а задняя часть авто в снегу, стоит оказать ему помощь. В первую очередь, конечно, обратите внимание в сознании он или без сознания. Естественно, постучать в окно, приоткрыть дверь. Если человек в сознании, объяснить ему, что выхлопные газы в определенной концентрации, в замкнутом пространстве, они ядовиты для человека. Если же человек уже потерял сознание, его стоит вытащить из автомобиля на свежий воздух, оставить пострадавшего в полусидячем положении и вызвать скорую помощь. Правила безопасности при откапывании машины просты, соблюдать их несложно. Впрочем, я откапываю машину по кругу, завожу ее, прогреваю и потом только сажусь в салон, когда машина полностью прогреется. А если вы увидите, что ваши соседи не соблюдают эти правила безопасности, то какие ваши действия? Ну, я думаю, лучше будет предостеречь их от этого. Рассказать им, что лучше так делать не стоит. Стоит сначала откопать машину, потом ее только завести. Опасность заключается в том, что человек не замечает у себя признаков отравления. В закрытом автомобиле он просто засыпает, рискуя никогда не проснуться. Сахалинцев призывают быть бдительными и не подвергать себя ненужному риску.